На основании какого норматива у нас розетки начали в полу делать. Вот здесь вообще просто уродски сделано. У вас же в договоре не где-нибудь написано штукатурка и грязь. Трубы убого покрашены. Классика советского жанра. А нет, друзья, песка здесь нет. Здесь чуть меньше водички. Дворы для машин. Дом-то новый доделают потом. А для чего здесь вот такой порожек? Ну, тут видите, как все отмыто. Молодцы, хорошо постарались, ребята. Вот лепешка, вот лепешка, вот лепешка. Красавчики, что сказать. Здесь, похоже, и трусы свои оставили. Видите, он вот такой мягенький. О, тут все открыто. Красота. Свет, видите, впереди. Это дырень на улицу. Ржавая. Я бы не хотел бы здесь жить. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Сегодня мы с вами в жилом комплексе Новая Колпина. Если в прошлый раз я вам все подробно рассказал про этот жилой комплекс, то сегодня у нас будет приемка квартиры. Посмотрим, как передает квартиры застройщик своим клиентам. Видно, стройка и строй, друзья, слушайте, очень активно. Потому что я когда здесь снимал, если не ошибаюсь, был только первый этаж и фундаментная работа. А сейчас уже, обратите внимание, он пятый, шестой этаж. Ну, ничего себе скорость. А вот впереди, кстати, видно, знаете, вот такое ощущение, что вот эти темные пятна на фасаде – это кирпич, в который попадает влага. В тот раз мы тоже, кстати, с вами видели высолы. Но почему-то застройщик решил это все не убирать. Дома, напомню, застройщик сдал с опозданием. И с опозданием, со слов жильцов, передает ключи. Вот так выглядит озеленение. Его пока просто нет, но хотя бы посадили деревья, достаточно даже высокие. Это в наше время большая редкость. Классно, конечно, сдает застройщик территорию. Что даже еще, видите, обратите внимание, дорожки до конца не сделаны. Главное сдать и получить деньги со скроу-счетов. Лестничный марш. Обычно недорогая ржавая ограждающая конструкция. Но держится крепко. Приятный, кстати, цвет достаточно. Даже не знаю, такой, типа темной морковь. Недорогая штукатурка, мухи. Ну, здесь немножко неаккуратно. Зато большие цифры. Трехмерные. Ну, лисичные марши, понятно, заляпаны все цементом вековым. Если подняться чуть выше, то мы тут видим лестницу, утеплитель. Свет, видите, впереди. Это дырень на улицу. О, тут все открыто. Красота. Да, вот так сделана гидроизоляция. Вот так сделана гидроизоляция. Монтажная пина. Не обрезана, не зачеканена. Ну, а тут герметиками прошлись. Лопата, утеплитель, битая плитка. Отсюда выходит отработанный воздух. Кирпичный завод. Линии электропередач. Так, где-то вот здесь чуть дальше воинское захоронение наших бойцов. Прудик. Ну, а то эти тоже сдали. Как-то все вот недоделано. Из зеленых зон вот здесь вообще какие-то помойка. Странно, конечно. Ну, да, здесь промка, заводы. Прикольно смотрятся башни ЛЭП. Колпино. Тишина, свежий воздух, кстати. Грибки вентиляции межкровельного пространства. Это, похоже, вентиляция канализации. Не знаю, почему открыто ничего не ставят. Может быть, так надо. Не первый раз эти так уже вижу. Слушайте, оно ведь такое специфическое, я бы сказал. Но ЛЭП хоть здесь и есть, но по ней видно, что здесь нет каких-то передач мощного электричества. Не слышал, чтобы они гудели, как это иногда бывает или периодически. Вот странно, вот здесь сетки не вижу. То есть птицы могут залезть. Интернет-кабель уже натянули. Интернет от Ростелекома. Оставили здесь мусор в данном доме. А вот он, кстати, жгут, который прокладывают между вертикальными стенами. Видите, он вот такой мягенький. Соответственно, он демпфирует. То есть его так плотно поставили. И, соответственно, стенка, если дает усадку, материал все равно ходит, он не дает проявляться трещинам. Детский садик со своей территории. Тут что-то они вязали, не довязали. Дом у нас этот небольшой. Всего лишь одноподъездный. Этот клапан до конца не вставили. Надо его поправить. Еще это не сдали дом. А должны уже были. Должны. О, вентиляторы. Дымо. Удаление. Венза. Да, похоже, они. Значит, это у нас ливневка. Вся вода с кровли. Здесь должна быть уклонка. Вот здесь видно уклонка, тут не знаю. И здесь должен быть фильтр специальный, чтобы камни, листки туда ничего не попадало. Но здесь почему-то его нет в данном доме. Гидроизоляция. Саморезы. Подложка. Видите, тоже вот такие места должны проходить герметиком. Ну, где-то прошлись, а где-то нет. Дома сами приятно, что они малоэтажные. Какие-то есть зеленые насаждения. Дома, вот как советские, как общагу напоминают. Самое классное для меня, что свежий воздух и малоэтажная застройка. Ну, понятно, да, что это недорогие дома. Ребята, которые передавали квартиру, сказали, что это эконом-класс. Видите, здесь подрезали. Криво-косо, герметиком замазать не судьба. Ну, и, конечно, мусор за собой надо убирать. Куски опалубки. Ну, вот видите, вот он, получается. Вот он, интернет-кабель идет. Ростелеком вот так проще. Знаете, вот по-нормальному, когда строят проект, то уже под землей делают коммуникации для прокладки интернет-кабеля, телевидение, все такое, чтобы поверху не тащить. Вот у нас же есть столбы освещения. Вот видите, здесь провода. Но по-нормальному должно быть все под землей, для того, чтобы этого не было. И вид сразу же у объекта совсем другой. А если обратить внимание на двор, ну, как его назвать? Знаете, вот такая обычная советская площадка. Скудно все, очень скудно. Вот здесь мы видим просто такие не до конца умершие кусты, деревьев нет. Ну, вот и сравните, соответственно, что на рендерах с застройщикой, что в действительности. Видим на кирпиче высоланы, они идут через какое-то время. Как бы ничего в этом страшного нет. Но для того, чтобы было это все красиво, то должны спускаться альпинисты промышленные. Ну, и, соответственно, это все смывать специальным раствором. Ну, вот, не знаю, дом стоит, пока не видно, чтобы кто-то что-то посмывал. Надеюсь, исправят. Ну, а здесь тоже видно, например, гидроизоляция, как сделано. Да, вот смотрите, тут герметика чуть больше, тут дырка нормальная. Тут дырень, что-то осталось. Понятно, что сюда будет попадать вода. Она прямо вот здесь брызжет сюда и должна, по идее, уходить в низкую часть. Вот видите, здесь тоже фильтра нет. Такой пластиковый должен быть колпачок. Ну, вот это я понимаю, что вы поняли, да, что это. До туалета, ребята, не добежали. Здесь, похоже, и трусы свои оставили. Да, мусора, конечно, много. И не только мусор. Вот лепешка, вот лепешка, вот лепешка. Вот лепешка. А вот ваша стенка. Вот бетон, утеплитель, видно, базальтовый. Вот такие дырения. Как вы считаете, друзья, это нормально в новом доме? Вот они тоже самые. Вот тут уже, смотрите, все валится. Красавчики, что сказать. Отделка откосов в данном доме, она, конечно, не нужна. Газоблок, кстати, дома должны быть теплые. Но, по мне, конечно, очень странно, что они не доделали отделку. Напомню, 11 этаж. Вот тут дырень видно. Пока видно было на камеру или нет. Переходной балкон. Ограждающая конструкция из металла. Вот здесь, видите, на стыке с стяжкой уже все ржавчине. Здесь просто, знаете, вот такое ощущение, что а что ты не сделал ливневку, Вадь? Да сейчас взял лом и просто выдолбил кусок. Знаете, какой-то жесткий. А чем тут еще больше заржавело? Здесь можно стоять с соседом, здороваться. Последний этаж. Люблю всегда смотреть последние этажи. Ну, тут видите, как все отмыто. Молодцы. Хорошо постарались, ребята? Блин, отмыли на ура. Гипсокартон. Вот соединение. И вот здесь, видите, трещина. Вот прямо такое ощущение, что вот она, направляющая. Вот так они классно делают новый дом. А вам скажут, усадку дал. Здесь, соответственно, штукатурили. Штукатурят, знаете, просто стенку поливают, и все. И вот она такая становится. Здесь, соответственно, мы видим, что забыли, не сняли малярную ленту. Здесь мы тоже видим такую усадочную трещину. Здесь трещину, малярный скотч. В кабель-канале, как мы уже поняли, там проходит интернет-кабель. Таким образом сделан. Знаете, я вот на это смотрю, например. Вот если бы здесь, к примеру, ламинат бы красиво сделали, сверху обрамление. И вот с этой стороны было бы продолжено, знаете, такой буквой Г. Здесь потолще до самого потолка, а здесь поуже. Номер бы этот красивый приклеили, поставили. То, я считаю, смотрелось бы интереснее, потому что сами двери, двери здесь прикольные. Таблички нет. Ага, здесь у нас вот такое суперустройство. Дара-ра-ра-ра. Рукавов пожарных нет. Украли. Однозначно. Кстати, прикольно, что здесь звонки на низком уровне. Когда у вас маленький ребенок, там 10 лет пришел, он прибежал первым, пока бабушка за ним идет. Он позвонил, его дверь открыли. И здесь еще обращу внимание, что мне нравится, смотрите, коридор, получается, это всего две стены. Ну, здесь какие-то выемки такие небольшие есть. Ну, вот нет, как мы, например, смотрели с вами, у многих застройщиков делают вот такие нагромождения. И, соответственно, из-за этого вид коридора. Он, получается, не коридор, а, блин, вообще, как будто в подвал какой-то попал. Ну, конечно же, клапан. Чем-то закрыть, как-то это сделать красиво. А, и так нормально. Внимание, фасад. Слушайте, отсюда звук сигнализации. Не знаю, это она так должна работать или специально заглушили. Ну, вот последний этаж, лифтовой холл. Обравление лифтов серое, обычное, неказистое, смотрится убого. Ордиатор просто здоровенный. Вот на эту площадь, не знаю, есть специальные расчеты, но не знаю, для чего такое здоровое, мне ничего не понятно. Здесь видим дыры. Такое ощущение, что там пробило, что ли, чем-то. Это пена какая-то, грязище. Не понимаю, почему так делать. Здесь дырень. Надеюсь, а не насквозь. Отсюда воздух должен выходить по-нормальному. О, забрало такое. Ну, вот. Даже, вроде, знаете, и смонтировано это более-менее, но почему не сделалось это красиво, я не понимаю. Ну, и вот такая конструкция, конечно, вот здесь. На последнем этаже больше напоминает конструкцию, когда ты вот находишься в подвале. Здесь мы видим, просто дырку пробили. По-другому это не назвать, это не отверстие, оно не ровное. Ломиком взяли и пробили. Молодцы. Чтобы пропустить коммуникации. Трубы, конечно, здесь, когда красили, то краски пожалели. Краска, конечно, укрывистость у краски. Говорит о себе, вот эти все просветы. Ну, достаточно большое количество квартир. Тут понятно, что основная масса это студии и однокомнатные квартиры. Ну что? Зато, кстати, палитка большая, очень красивая. Ну, смотрите, как. Ну-ка, едет, нет? Да, похоже, надо, друзья, идти пешком. Вот тоже, короб заляпанный, провода идут, не закрыто. Нормально. Эконом-класс. Просьба не закрывать. Потому что уже потом, наверное, не открыть. Смотрите, как прикольно. Не сделали здесь плинтус из плитки. А затирочки не хватило. И плинтуса тоже. Вот знаете, было изначально такое ощущение, что он просто стоит, но нет, и его приклеили. Красавчики. А здесь, смотрите, аналогично. Ай, молодцы. Самолет. И здесь также. А, кассипуры. О, видите, а здесь, обратите внимание, затирочка есть. И вид совсем уже другой. Посимпатичней. Один из самых, наверное, неправильных отмосток, она из асфальта. Здесь мы видим, что цоколь вообще ничем не закрыт. Первый слой гидроизоляции. Кирпичная кладка пошла. Дальше утеплитель, бетон или газоблок там. И вот, соответственно, открытый бетон с остатками опалубки так и оставили. Приямок. Ступени выливал лестничный марш застройщик. Здесь мы видим внизу, в зданном доме, огромное количество грязи. И здесь у нас, друзья, целый бассейн. Слушайте, ну тут, похоже, сантиметров 20 воды. Закрыто. И она никуда не уходит и не уйдет, пока не испарится. Потому что, когда проектируешь, нужно иметь багаж знаний. А здесь об этом никто не думал. Или думали, но сделали как можно дешевле. Видите, какая красота. О, нормально, да, вот так, смотрите. Наплывы-то какие. Я вот здесь обращаю внимание. Здесь у них торчало, вот видите, вот обрезали арматуру, она торчала. То есть здесь хотели что-то делать, но видно по проекту этого не должно было быть. И просто ее обрезали, и нормально. Могли бы закрыть все цементом, как положено, но зачем дом уже сдан. Двор, конечно, такой, печалька. Я бы не хотел здесь жить с детьми, чтобы они видели вот это все убранство. Весь этот колхоз. Вот здесь тоже, смотрите. Доступная среда, это когда вы идете с ребенком, у вас есть коляска. Например, есть тут, не дай бог, инвалид, и спокойно на коляске можно проехать. Вот здесь есть такой подъемчик небольшой, пандус, да. Ну, тут жировело, ладно. Вот она сюда едет, едет, едет. А для чего здесь вот такой порожек? Для чего? Это в проекте так? Ржавчина в новом доме, это так в проекте. Я вот, честно говоря, на это смотрю и не понимаю, почему так все печально сделано. Она тоже до конца не доходит. Нет никакого здесь, знаете, того, чтобы сюда вода не попадала. Я даже не знаю, открывается эта конструкция или нет. Да, непонятно. Вход в подвал закрыто, пена торчит, ничем не зачеканено. Вот смотрите, как строят, да. Вот бетон, вот арматура. Что там, вот кусили, а нормально, и так пойдет. И госкомиссия-то приняла. Здесь аналогично, смотрите, даже газоблок виден. Ну, это ж подвал, да ладно, что такого-то. Дом-то новый, да делают потом. Ладно, хотя бы здесь граблями разровняли и накидали большое количество семян травы. Гидроизоляция не обрезана, но хотя бы есть вентиляция. Первый раз здесь увидел. Кирпич. Ну, и вот здесь тоже, видите, вот как здесь с коляской подниматься. Вот какой дебил вот это вообще сделал. Смотрите, друзья. Ну, как назвать этого человека, который либо это спроектировал, либо это построил. Кто-то из них ошибся, либо оба. Ну, это дебил, который не думает о людях, не думает о нормативах. Тут дырень. Мы видим, что торчит кусок пеноплекса-утеплителя. Здесь такое ощущение, что залили бетоном, потом это выгрызали. Ощущение, понятно, куча мусора. Ну, здесь ступень-то, ладно, ногой перешагнешь, а вот здесь с коляской идешь. Блин, ну что такое? Я вообще не могу понять, почему так. Дворы для машин. Вот здесь все будет забито машиной, потому что парковаться негде. В этом доме мы видим весь низ цоколь, это гидроизоляция. А здесь мы видим просто открытый бетон. Нормально. Самолет, реновация. Сносят двухэтажные дома и строят вот такое современное добро. А вот еще, друзья, один приямок. И здесь чуть меньше водички, потому что она уже испарилась. Вот, видите, все стоит в воде. А, молодцы. Ну и здесь аналогичная картина с бетоном. Ай-яй-яй. Как все классно вы сделали, ребята, молодцы. Ступень какая классная. Сколько много материала лишнего осталось. Ух ты. А здесь, похоже, кто-то въехал в стенку. Причем так долбанули конкретно. Ну, а здесь, видите, ставили сетку, не доставили. Влага будет попадать, будет все отваливаться. Велотерм. Тут гидроизоляция есть, а дальше ее нет. И вопрос, как вот это все принимали? Как вот это принимали? Ну, тут, видите, проволока торчит. Как это принимали? Ну, такого точно нет в проекте. О, а здесь, смотрите, вон, куски от опалубки. Не убрали, не зачеканили. Здесь дырень. Тут обгрызано, то есть они потом это сдалбливали. Вот так все оставили. А гоструйнадзор, уважаемый, вы когда принимали у вас глаза, вам закрыли? Или вообще сюда не ездили? На прекрасные квартиры, покупайте у нас самолет. Ну, вот там, например, есть обратить внимание на двор. Ну, вот здесь что-то погребли. Ладно, там дерево недавно посадили. Есть вот такие, типа, качелек прикольно. Баки для мусора, полудохлые кусты. Ну, вот смотрим. Да, вот здесь просто дырень. Вот здесь должно быть набивное покрытие. Это вот такой, вот такой фракции песочек. Но его просто здесь практически нет. Вот здесь у столба дырень. Ну, зато можно в шахматы поиграть. Песочница для детей. После первого дождика здесь дети будут все в грязище. И здесь должен быть песок, раз это песочница. А нет, друзья, песка здесь нет. Здесь земля, которая здесь была веками. Тут пустыня Сахары. А вот-вот, вот там набивное покрытие, вот оно какое должно быть. Ну, вот таких дырок точно не должно быть. Вот он стоит, столб уличного освещения. Вот она, мачта. Для чего вот эта дырка? Непонятно. И вот смотрите, друзья, обратите внимание. Вот она дорожка идет, да. Значит, чтобы понимали. Вот она вот оттуда идет. Где-то вот там поворачивает. И мы идем, 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 идем. Опа! А здесь дорожки больше нет. А зачем правильно нам здесь дорожка? Мы потом доделаем. Дом-то новый. Главное сдать и получить деньги с искрой счетов. А потом мы все доделаем. Молодцы. Но зато в шаговой доступности школа и детский сад. А вот и эти двухэтажные дома, которые попали под реновацию, демонтировали и построили современное качественное жилье. Лично я считаю, что если бы эти дома в российское время правильно бы эксплуатировали и ухаживали за ними, то они не были бы в таком плачевном состоянии, в котором они находятся сейчас. Здравствуйте. О, три квартиры на этаже. Вот это советский комфорт-класс. Подвал, лестничный марш. Что-то наподобие мрамора. Да, классика советского жанра. Никаких изысков. Но зато строили на века. Идем с Татьяной смотреть ее новую квартиру. Вход-подъезд. Вот такая у нас отделка. Здесь хотя бы есть плитка. Почтовые ящики. Здравствуйте. Налево, налево. Налево, да? Коридорчик отсюда. Я забыла, где лево, где правая сторона, причем все время отсюда. Есть указатели, на каком этаже находится лифт. Обшивка из недорогих. А вы все вместе? Конечно, все вместе. Пятый этаж. Светильники прям как на корабле. А потом как? Да, потом. Все двери красивые. Такая песочного цвета. Пожалуйста, проходите. Я первая, да? Конечно. Можно в квартиру, пожалуйста, варить. А, ну да. Даже странно. Свет включайте везде. Проверите. Вот тут, да? Проходите, я сейчас включу. А, наверное, не проведем еще. Пойдем. Пойдем. В целом, если есть какие-то вопросы, можете задавать. Могу вам рассказать. Давайте повешу на вас. Не против. И вообще не против. О, скажите что-нибудь. Добрый день, уважаемая аудитория. Так, у нас это студия. Да? Да, да, да. Слушайте, совсем компакт. Какой здесь метраж? 20 квадратных метров. Да. Ну, плюс-минус какие-то мелочи. Да. Понятно. Ламинат обычный. Мы еще не сказали о том, что это жилкомплекс Новая Колпина. Третья очередь. Вот. Маленькое уточнение. Колпачки сами, да, жильцы снимают? Да. А что там будет под ними? А там ничего не будет. Это защитный колпачок, что если пыль попадает, и чтобы он просто не срабатывал. Надо смотреть. Если он на батарейках, то лучше батарейки вытащить сразу. Это пожарная сигнализация. Так сейчас делают, да? Да. Вот это, похоже, подключенное. Вот видите, вот эти штуки. Там везде датчики стоят, что если где-то задымление, то он срабатывает и приходит на путь. Это чтобы жильцы не курили в квартиру, да? Ну, не только это по технике пожарной безопасности. Сейчас это везде так положено. Даже не знала, честное слово. Я живу просто в кораблике советском. Ну, дом кораблика. Поэтому там такого нет. Нет, новый доматик обязательно будет. Где-то невозможно сдать квартиру. Если вы не знаете, начать заселение, пока это не будет. Понятно. Что еще? Да, может, что-то будет. Так, немножко жарко. Поэтому я немножко снимаю с себя. Вот это все. Опа. Да. Ну, что, если я поставлю на подоконник? Нет, конечно. Ух ты, тоже открывается. От чего отказаться? От заявления написать. Слушайте, ну вот здесь прогибается раз. Это то, что я вижу. Трубы убого покрашены. Здесь видно, что обои пошли. И вот это со временем может прорваться. Ну, и вешеный вид не очень. Вот здесь, конечно, они прорезали. У меня сын лучше режет. Ему 7 лет. Вот здесь я тоже вижу. Ну, это просто вы сами смотрите. Вот то, что я увидел. Здесь вообще он криво сделан. Натяжной потолок. Это натяжной потолок, да? Да, натяжной. Вентилятор бы я проверил, потому что Авангард уже принимал здесь квартиры. И то, что в их видосе есть. Зажигалка? Нет, есть то, что... А, у вас здесь студия. Есть зажигалка. Сейчас посмотрим. Пробить. Зажигалка не поможет. Что от застройщика есть, что... Ну, это нормально, так что канал есть. У нас еще окно открыто и дверь, Настяш, открыта. А он включает клавиши, да? Где-где-где? Вот. Вон, комары вам в подарок. Раз. Плюс здесь, обратите внимание, когда крепили фурнитуру, здесь пережали, и вот здесь вот такая получается, причем так очень видно. Посмотрите, вот так хорошо видно. Вот видите, как выжато? То есть сюда чуть ли не палец залазит. А что же делать? Уже ничего не делать? А почему не делать? Это они регулируют. Ну, здесь каждому свое. Кому-то это важно, кому-то не важно. Ну, это эстетически просто, да? Ну, да, поклеили обои, конечно, так себе. Вот, видно, подрезали криво, и вот этот стык виден. Тут криво, даже вот обычным глазом, без спецприборов, видно, что угол кривой. Вот здесь они подрезали криво. Здесь, видите, они уже наличник сломали. Вот это они, соответственно, подправляли. Если вас устраивает принимать, а если нет, то элементы под замену. Ну, ручки я бы попросил, чтобы отмыли, но что за фигня? Или это вы будете мыть, либо они? А мне это придется мыть растворители? А, ну, либо это их составляете, они моют. Для того, чтобы за это... Потому что у вас же в договорный день написано штукатурка и грязь. Вот здесь, видите, тоже вон тут подрезали, что-то осталось. То ли это не закрывали, то ли это обои, то ли защитная пленка, непонятно. Дверь не закрывается. Совсем? Ну, так не должно быть. О, закрылась. Хорошо, еще раз давайте. А, нормально. Ну, только так, да. Я привыкну. Смотрите. Хороший напор? Да, напор хороший, настроен, наверное, ничего не выливается. Вот мы были на приемке в бизнес-классе, там трындец. Ну, здесь наличник аналогичный, весь заляпанный. Его видно, что ремонтировали. Поняла. Здесь подрезаны тоже везде криво, углы криво сделаны. То есть они, вот видите, пытались это исправить, чем-то подмазывали, но до конца не домазали. Я взяла какую-то палочку. Вот здесь, конечно, вот видите, здесь одно расстояние, тут другое, швы кривые, косые, есть уступы, неравномерное расстояние. А это плитки, наверное, кривые сами. Ну, это ж не ваша проблема. Да. Ну, вот тут, конечно, то, что трубы открыты, блин, ну, это... Это будет большая слышимость, да? Не, не слышимость, но вообще... Ну, вот представьте, здесь либо коробк городить, чтобы это красиво было, потому что они, вот видите, они их держат, ну, вот видите, как они засверлили криво, вот. Просверлили расстояние, а труба стоит впритых. Вот ниже труба, там аналогично. Он еще и двигается. Он двигается, да. А он должен двигаться, да? Наверное. Давайте, снимите душевую лейку и просто полейте воду, давайте посмотрим, вообще она будет уходить или нет. Нигде ли не потечет вода. Сняла. И лейте прям, да? Да, да. Так, а как переключается? Вот так, наверное, да? Давайте попробуйте, да. Заодно сразу проверим. Слушайте, он не крутится. В другую сторону. А, да, вертится. Ура! Вода. О, какая. Ну, это начало, это нормально может быть. Дальше он чистый, она идет. Я даже руки помою. Ой, хорошо. Водичка. Микролифта не должно быть? Микролифта чего? Микролифта. Ну, вот сейчас делают микролифт, вот, то есть, в договоре прописано в отделке, когда отпускаешь, он плавно опускается и не бахает. Это в договор ДДУ надо будет посмотреть. Так, слушайте, ну, вода уходит. Сейчас еще пролью, да? Или не стоит? Да, почему нет? Помою ванну заодно. Вот. Чистота прежде всего. Вот так. Ну, вот видите, само то же решение. Они вот это сюда поставили. Вот сюда вывели кабель. Вот как вы вот это расстояние закроете? Что это? Звонок проверяют. Как вот это расстояние закрыть, для того, чтобы вода туда не попадала? Ну, то есть, вы встанете сюда, будете мыться. А вода будет литься туда. А вода будет литься сюда 100% и будет литься на пол. Дальше, например, я вот здесь смотрю, вот, ну, вот здесь вообще просто уродски сделано. То есть, они почему-то выводы не смогли сделать. И вот видно, что подтекало. Надо тут еще раз открыть холодную воду, она дешевле. Посмотреть. Так мы еще счетчики не опломбировали. Это нет. Вот здесь мы видим фановая труба, вот она идет, серого цвета, и вот там под ней вообще просто пустота. Посмотрите, вот там под ней. Так, а что делать? Ну, вам решать, либо так принимать, закрывать глаза, либо, соответственно, чтобы застройщик все переделывал. А должно быть что? Ну, должно быть заходить ровно. То есть, например, вот здесь, если обратить внимание, вот сама плитка, видите, как они обрезали ее? То есть, круг практически ровный. Но при этом заходит, ну, смотрится некрасиво. А, ну, это ничего. Пустяшка. Да. С дверью тоже, да, вот то, что ремонтные работы были. Вот здесь, вот здесь они что-то там подклеивали, здесь подрезали. Если плитку постукаете, может где-то пустота есть, не знаю. Если звук изменяется, то, соответственно, там... Ну, так-то работает, да. Здесь же какая? Стоит для того, что если ты ее толкнул, она должна закрыться. Вот здесь-то работают. Помню, когда учился на краснодеревщика, мы при помощи утюга оклеивали кромку. Вот здесь такое ощущение, что делали так же. Двери картонные. А, на полу? А, на полу, да. Приложите к вентиляции. А мне залезть в город? Да-да-да, ну, он же должен нас выдерживать. Я его не разломаю, надеюсь. Не должно быть такого. Я тихонько. Давайте. А она включена? А, давайте без вентилятора. Попробуем. Тянет? Чувствуется, что тянет? А можно я зажигалку зажгу? Давайте. Листик, да? Не проверим, конечно, по нормальному анимометру. Просто если включить вентилятор, понятно, что он будет его прижимать. Оп. А сейчас он пойдет. Ловите, ловите. Ловите. Ловим. А еще вопрос. Что делать? Вот, получается, он до конца не задвигается. Когда будешь мыться, вся вода будет сюда течь. И куда она будет вытекать? К соседям? Как это у вас предусмотрено? Потому что вот туда, видите, к стенке не задвинуть. У меня вопрос. Еще раз. Вот эту трубу по периметру. И вот эта штука, как ее правильно назвать? Тазик. Тазик. Он не задвигается до конца стены. Когда будешь мыться, соответственно, влага туда будет попадать. За него. На нормативе подписано, что он должен быть до стены. Ну, ванну, когда монтируют, там же не льется вода. Ты шторку повесил, и все льется в ванну. Вы здесь квартиры с ваннами видели? Нет. Здесь ванна также не герметизирована. Просто у вас поставлено, и все, да? Да. А как здесь загерметизировать? Сами герметизируйте. А как? То есть застройщик предлагает нам сейчас вот это загерметизировать. Ну, я не знаю, сюда тонну герметика можно, конечно, залить. Либо какую-то, не знаю, планку покупать и каким-то образом ставить, чтобы вот этот тазик не ездил, потому что он ездит во все стороны. А унитаз уже смывали, да? И там вода уходит? Да, да, уходит. Ну, вот здесь тоже, видите, он ходит, ламинат по углам, как уже было в других квартирах у них. Ногой если нажмете, то есть вот он, получается, ходит, демпер какой-то есть. Вот, видите? Такого не должно быть. Вот сюда мебель поставите какую-то, и будет вот такая дырень. Он должен плотно быть, такого не должно быть. Ну, вот здесь тоже, видите, как края торчат? То есть они клеили и приклеили так себе. Потом датчики, видите, как сделали? Вот такое ощущение, что там дырка, или мне так кажется. Что они их неровно приклеили. Или так и должно быть? Они приклеены, да? Они привинчены? Они там, скорее всего, на держателе стоят, потому что здесь натяжной потолок. В принципе, жить можно, заезжать вообще, закрывать на все, в принципе, глаза, когда особенно снимаешь квартиру. На что, наверное, застройщики обычные надеются. Ну, просто идет все равно дешево. Ну, извините, сколько здесь квартиры? Это стоит студия, за сколько вы ее покупали? 4 миллиона и то ли 36 тысяч, то ли что-то такое. А сейчас сколько она стоит? Я покупала на этапе строительства, ну так, в середине настройки была. А сейчас сколько она стоит, эта студия здесь? Я не знаю, я не интересовалась. Просто дело было… О, потолкуйся, вот отсюда встать, здесь видно, что вот он грязнющий. Соответственно, это будет бликовать. И когда особенно будет темно, придется вам самим отмывать. Конечно, они сейчас демонтируют пару, ну, сколько им нужно здесь квадратных метров, и, соответственно, переделывают. Весь пол не надо переделывать, потому что тут не прогибается, а там прогибается. Вас это не должно интересовать и строители, они сами пусть делают, как нужно. Если вы просто по времени, это время возьмут тоже. А сколько времени? У меня не знаю. Вам сегодня надо? Нет, можно не сегодня. Ну, это тоже вот вас устраивает. Смотрите, Татьяна, у вас здесь штукатурки целая куча. В коробе. Здесь штукатурка, тут цементом оставили. У меня есть пылесос, поубираю. За застройщика. Так вот, пока будут перекладывать, пусть заодно и уберут. И здесь на балконе. Потому что если у вас в договоре написано грязь, пыль, осколки кирпича и цемента, то это должно быть гвоздики, полиэтилен. А если это не написано, то значит этого не должно быть. Так, только на открытие. Здесь тоже, Татьяна, обратите внимание. Бегу, бегу. Здесь все уплотнители вообще получаются. Видите, какой полз. Красавчики. Это все поправляется. Здесь аналогичная ситуация. Да, да. А можно, пожалуйста, кто специалист, чтобы показать? Вот тут прямо ой-ой-ой. Вот это, соответственно, для безопасности сделано у нас по нормативу. Могли бы сделать себе нормальные импусты. То есть вот такие полонки крепят прямо к стеклу. Но, видно, здесь решили таким методом. Я не удивлюсь, что скоро все эти оградки будете видеть на помойке, что люди начнут демонтировать и выбрасывать для того, чтобы хотя бы увеличить площадь свою лоджию. Ну, здесь она, кстати, достаточно широкая. Да. Лоджия нормальная. Да, мне тоже нравится. Особенно красный. А какой класс новостройки застройщик, как говорят? Комфорт, эконом, что это? Что это? Комфорт, эконом. Эконом вам нет? Или комфорт? Комфорт? Эконом никто не пишет. Комфорт. Эконом. Эконом. Они говорят эконом? Эконом. Эконом говорят. А на сайте написано комфорт. Но, видите, к сожалению, вентиляцию не посмотреть, потому что было уже такое здесь, когда принимали авангард, что не был пробит канал, а все из кухни, соответственно, в ванну. И без прибора, без анимометра непонятно, честно говоря, он вообще рабочий или нет. Потому что вы, когда включите вентилятор, он все равно какой-то поток воздуха будет засасывать. Даже если там вентиляция полурабочая или нерабочая. А для того, чтобы не перепутали, где и чего. Когда будете монтировать раковину, сюда, по идее, нужно поставить. И вот здесь вот видите, что они заделали кривокоса. Но, с другой стороны, это будет закрыто. Закрыто, да. Ну и, соответственно, ничего не заметите. Потом мне тоже вот это интересно. Норматив, на основании какого норматива у нас розетки начали в полу делать. Есть расстояние, вот оно. Наверное, так получилось. Вот здесь, видите, тоже у них не получилось. Вот здесь щель, они ее реставрировали. И вот это видно, вот видите. А, то есть не хватило длинные принтуса, да? Вот, вот у этого, да. Видите, там щель. Просто он должен быть цельным, а не искусственным. Он должен быть плотным, вот щель не должно быть. Она здесь есть, они чем-то замазали, но это, вот я, например, это вижу. Потом вот здесь, обратите внимание, где заходят в стаканы, в ржавые стаканы, металлические трубы, вот видно, как они криво все это сделали. То есть они не смогли это сделать ровно и красиво. Ну, батарея хотя бы. А стаканы ржавые от старости или? Ну, качество такое застройщик металл уберет. Понятно. И от этого, наверное, ржавчина по ламинату пойдет потихоньку, да? Слушай, нет, ржавчина по ламинату не пойдет, но просто эстетически это будет смотреться не очень. Тут у меня еще, конечно, вопрос, чем они зачеканивали, эти стаканы, потому что стакан делается, он более широкий. Труба уже, это для расширения. Ну, например, здесь стаканы взяли, знаете, здесь такое ощущение, что труба должна была быть в два раза больше, вот как здесь. А что это за колбы? Ой, забыл, как они правильно называются. Это называется гидрокомпенсатор. Да, гидрокомпенсаторы, да. Они всегда... А крашенными они не должны быть? Не должны быть, да. И вот здесь еще обратите внимание, вот мы смотрели, смотрите сами, окна не посмотрели, вы не взглянули. Во-первых, здесь по окнам все равно у вас будет окончик приходить, оплотнитель весь. Вот здесь сверху видно в пылище, ну, либо он не прижимает плотно, либо его просто испачкали. То есть нужно проверить настройку окон. Напроветривание. Ой, оно не открывается, видимо, да? Вот это напроветривание должно быть. А то нет. Слушайте, ну, здесь над фурнитурой у нас тоже очень туго работает. Вот видите, тоже сэкономили, сэндвич-панель поставили, могли бы стеклопакет поставить, было бы больше света, это раз. Вот здесь, видите, уплотнитель, вот она резинка на нее. Прорезали, она просто вот болтается. Это плохо, так не должно быть, да? Не должно быть, да, вот она, видите, отрезана. Она отрезана, ее просто положили и все. Кошмар. Вот здесь видно, какая-то реставрация была. Вот здесь дырень. Ну, в общем, что-то с окнами тут поднакосячили. Сифонить будет, да? Ну, я не знаю, что они, как они. Вот здесь вообще пустота. То есть там просто ничего нет. Грязь возможна. То есть если я сяду на подоконник вдруг, то я его проломаю, да? Навряд ли. Ну, здесь тоже видно, вот он весь в грязи. То ли это они его испачкали, то ли это за все время продувало и пыль туда вылетала. Я не знаю. Это нужно кончик посмотреть. Ну, вот здесь тоже, видите, какое количество грязи. Да. Вот тут, видите, вон тоже, видите, что-то они окрашивали. Это гири, штукатурка, вообще не понятно. Это шкосы когда делали, видимо. Захватили площадь такую. По датливам хоть пена есть. Я вот здесь, кстати, прикольно, что они вот кусок железа загнули, потому что обычно он такой остро торчит, и можно порезаться, либо одежду порезать. А здесь они, видите, молодцы. А я бы сама загнула. Я такая. Ну, это я не сомневаюсь, что вы сами, но... Строительство. Вы за это деньги платите, а вам должны это вам передать нормальную сразу квартиру. Почистят его или эти окна под настроем? Сейчас тормозчик придет, все посмотрит. Ага. В принципе, клиник по ДДУ не предусмотрен. А поле и грязь в ДДУ прописаны? Не, ну, только что под ней через полгода. 2,47 высота потолка. Но я бы не рекомендовал что-то вообще либо подписывать до того момента, пока вы что-то не примете. Все замечания можно отразить в акте, его, соответственно, подписать и передать на устранение. И потребует, чтобы они устранили не в 60 дней, а, к примеру, там, в 10 дней. Застройщики периодически дают подписывать так называемые технические акты, что типа это не приемка. Но назвать можно по-разному. Ключ один есть у них, но вы при этом несете всю полноту ответственности. То есть, не дай бог, они пришли, забыли водичку выключить, вы затопили соседей, ответственность на вас. Поэтому, если вы пришли, у вас есть замечания, это отражается в акте. Обычный акт по замечаниям. Но никаких ни приемок, ни технических актов приемка я не рекомендую подписывать. Из плюсов то, что здесь электрический полотенцесушитель, потому что вам, когда нужно, вы включили, повесили там одежду, полотенце, оно высохло. Высохло, сразу выключили. Когда у вас полотенцесушитель от системы, например, отопления или горячей воды, он постоянно шпарит. Здесь все время жарещат. Ну, я понимаю, но это не нужно, некомфортно. Хорошее решение, согласен. Вы будете затирочки немножко не хватить. Ну, мне очень нравится. А эти колпаки не обязательно должны быть надеты всегда, да? Их можно отснять. Ну, такой, это декоративный. То есть это, вернее, даже транспортировочный, чтобы не сломали. Вот этот пластик, это декоративный, да? Не-не, вот это его же сняли, здесь общая. И второй я сниму тоже, да. Не люблю пластик. Он просто здесь как заглушка идет, чтобы не побили, и все. По Ване для меня, конечно, самое основное, это то, что, ну, понятно, трубы смысла прятаться уже нет, они какие-то такие есть, отделка от застройщика. Можно ли снять, если вот этот экран, то, соответственно, поставить приток к стене, и как его закрепить, чтобы не добиться. А где экран? Что такое экран? Экран вот он. По двери, обратите внимание, такой ступенчатый уплотнитель. Будет плохо прилегать вот здесь. И площадь большая, двери хорошие. Я оформляла ипотеку в конце мая, нет, в начале июня все-таки, да, в начале июня процесс уже пошел полным ходом. И поскольку процентная ставка в среднем около 8% тогда была по ипотеке у разных банков, в среднем 8%. Но была возможность взять льготную ставку, а именно 2,99% по ипотеке. И я, конечно же, воспользовалась этой возможностью. Но из-за того, что процент по ипотеке сделали мне ниже, стоимость квартиры, однако же, автоматически увеличилась. Получается, сколько было и за сколько купили? Стоимость квартиры, студии моей, без льготного процента предполагалось 3,6-3,7 миллиона рублей. А с учетом того, что мне дают льготную ставку 2,99% по ипотеке, стоимость добавилась. И она составила 4 миллиона и, если не ошибаюсь, 36 тысяч рублей. Сверху 4 миллиона. А месячный платеж какой сейчас составляет в месяц? Ежемесячный платеж в итоге составил, при том, что я уплатила первый взнос, 15% от стоимости студии, ежемесячный платеж составляет 20,5 тысяч рублей. Ну нормально, это на 20 лет у вас, правильно? На 20 лет, да. Из расчета на 20 лет. У вас там квартира с отделкой, останется только мебель завести. Квартира с отделкой, да, беленькие стены, да, остается только оформить мебель. Вам нужно только пожелать, чтобы быстрее вам ее доделали, передали, и вы перестали платить аренду и заехали в свою новую квартиру. Огромное спасибо, Андрей. Спасибо большое за помощь, она неоценима, правда. И, да, все будет хорошо, скоро буду въезжать. Там не такие уж большие недочеты. Да, там помелче. Их устранить можно очень и очень быстро, просто из-за загрузки. Саня, здесь самое, знаете, основное, у кого какая задача? Докопаться либо до всего не соответствует, либо быстрее въехать. У вас, я понимаю, задача быстрее въехать. Быстрее въехать, и в любом случае мои жилищные условия улучшатся по сравнению с теми, что они в данный момент и я. И материальная нагрузка уменьшится за счет неуплаты, а аренды, потому что ее больше не будет. Да, да. Круто. Это и хорошо. Друзья, рад был вас всех видеть. Нужна помощь с недвижимостью? Обращайтесь. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok